Фотовыставка «Герои нашего города» стала прекрасным подарком Анапе к памятной дате. В честь 175-й годовщины со дня присвоения статуса портового города на театральной площади открылась галерея портретов анапчан. На 27 постерах представлены волонтеры, экологи, спасатели, историки, спортсмены и многие другие. Те, кто любит свой город и вкладывает в его жизнь частичку себя. У меня сердце сжимается и мурашки по коже. И понимаю, что проект действительно очень нужен. Он как бы, знаете, я думаю, такая цель сверху обратить внимание на самых обычных людей, которые в то же время необычны. Я стараюсь, чтобы в моих книгах было как можно больше добра, потому что, по моему глубочайшему убеждению, маленький читатель должен получать положительные эмоции. У меня совершенно нет злых персонажей, мне некоторые пеняют. Почему, мол, нет такого? Я говорю, потому что маленького ребенка должно с самого детства, с самых первых лет окружать добро. По-прежнему не могу ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Ну, наверное, потому что могу. Наверное, потому что в этом мире должно быть больше добра и тепла. И это каждый из нас, ходя из на этих фотографий, то же самое скажет. Авторы идеи проекта «Герои нашего города» – профессиональные фотографы из Краснодара. Два года назад они провели подобную выставку в столице края, а накануне приехали на съемки в Анапу. Чудом я стал участником этого очень важного и нужного проекта в наше время. Мне кажется, что те добрые дела, которые делает каждый из нас, должны умножаться. Ну, радышком встаньте, пожалуйста, только и мастить. Мастить, или, как правильно даже сказать, строить дорогу в будущее для нашей молодежи. Являться прекрасным примером для подражания. Мне очень интересно. Я не ожидала, что будет такой эффект. Хочу сказать, что наша задача – сохранение семьи, исцеление поврежденных обстоятельствами судей и спасение детей, детей, чье рождение и сама жизнь поставлены под угрозу выбором их родителей. Компания здесь вообще замечательная, потому что я пришла и увидела половину своих друзей, которых я знаю лично, на всех этих фотографиях здесь. Поэтому лишний повод увидеть их опять-таки здесь на площади. Это очень круто. Спасибо. Надежда. Вам нужно было приехать из Краснодара, чтобы нас вместе здесь всех собрать. Этот удивительный проект открывает еще новые горизонты для людей, которые приезжают в наш город в самом счастливом возрасте. В возрасте на пенсии, в возрасте счастья. И занимаясь тем, что мы занимаемся уже 10 лет, волонтерством, которым нет возраста. Мы молодой душой. Хочу выразить огромную благодарность организациям проекта. Это большое дело. Оно такое социально значимое, так скажем, и для нашего города, для нашего края. В принципе, как и для всей нашей страны. Спасибо. Давайте поаплодируем. Да, спасибо большое, Анатолий. Я в восторге. И меня переполняет на самом деле огромное чувство благодарности. Во-первых, каждому участнику, потому что каждый из них откладывал свои дела. Съемки занимали достаточно много времени. Мы порой к некоторым два или три раза приезжали. А во-вторых, администрации, которая поддержала эту идею, потому что без такой поддержки этой всей красоты бы не было. Но здесь дело не только в красоте физической, которую мы видим. Здесь внутренняя красота, и она видна от каждого человека. Фотовыставка будет открыта в течение месяца. У всех гостей есть уникальная возможность познакомиться с каждым из героев поближе. Не только увидеть фотографию, но и, считав QR-код, посмотреть видеоинтервью. Также можно порекомендовать героев для будущих выставок. Программа празднования памятной даты на улицах Анапы была обширной. На артовеню прохожих развлекали аниматоры. А на концертной площадке «Ракушка» прошел шестичасовой кавер-фестиваль «Продвижение». Горожане и гости курорта с удовольствием слушали любимые мелодии в исполнении местных талантов.